Всем доброе утро девочки мои! Начинаю новый влог и что в этом влоге я вам хочу рассказать. Ну, во-первых, я вам расскажу, куда подевались мои деньги и почему мне возврата не стоит ждать. И во второй части мы с вами приготовим очень вкусный суп солянку. Это самый любимый мой суп. Вообще я супы не очень-то люблю. Но вот этот суп я с удовольствием готовлю, с удовольствием кушаю. Мне он нравится. Я уже как-то снимала этот суп, но это было давно и сейчас я еще раз его сниму. Мы приготовим его по-быстренькому вместе. Рецепт я напишу в описании подробный. Дело в том, что суп этот такой вот наваристый получается. Я его всегда делаю именно строго по рецепту до грамма, взвешиваю все на веса. Потому что там, чтобы он получился правильный, вкусный, самое главное, там нужно выдержать пропорции продуктов. Но это будет позже. А сейчас почему я вам хочу сказать, почему же мне не стоит ждать денег. Я вообще, честно говоря, забыла уже про эти деньги, но вчера что-то я вспомнила и решила позвонить на горячую линию. Почему я вспомнила, потому что я же это снимала, я же вам рассказывала, и кто-то, наверное, ждет. С чем же все это закончится? Я, в общем-то, в недоумении в некотором и хочу с вами поделиться, чтобы вы не попали в просаг так же, как и я попала в просаг. Ну, я считаю, что это где-то моя оплошность, но в основном это оплошность операторов, которые меня ввели в заблуждение. В общем, я вчера позвонила на горячую линию еще раз и спросила, когда мне ждать возврата денег. Ну, девушка-оператор, так же, как и в прошлый раз, начала мне опять что-то там рассказывать по поводу замороженных денег. А вы пойдите в Сбербанк, там что-то заморозили. Я говорю, Сбербанк, ничего не замораживал, я уже ходила туда, я уже брала выписку, высылала вам, вы мне высылали детализацию. Я вам в ответ выписку задала вопрос, когда мне ожидать денег на этот вопрос, ответа никакого не было. Я хочу просто развеять, как бы, свои сомнения и понять вообще, где мои деньги. В общем, она мне говорит, подождите, я сейчас пойду узнаю, подождите минуточку. В общем, короче говоря, она вернулась, начала опять мне что-то непонятное объяснять. В общем, она мне говорит, ваши деньги вам вернулись в тот же день, но вы их не увидите. Я говорю, как я не увижу, когда возврат, он должен быть виден, да. По-любому я захожу в свой онлайн, допустим, Сбербанк, и я должна видеть, что деньги, вот эта сумма поступила. Она не поступала. В общем, она мне опять что-то пыталась долго там объяснять. В итоге я ей говорю, давайте, девушка, я сейчас просто возьму по пунктам, посчитаю продукты, которые я брала, добавлю туда доставку. Если сумма, которая у меня списана, не срастется, я вам перезвоню. И что вы думаете? Я взяла, пересчитала все по пунктам, доставку добавила, и у меня получилась та сумма, которая итоговая. А что за цифры были, которые выше? Возврат, невозврат, в общем. Я вам сейчас просто покажу эти цифры, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Хочу показать вам тут на компьютере, так как у меня телефон сейчас занят. Вот видите мой чек, да? Вот конец чека. Вот этот вот как раз товар удаленный. И вот мы видим, вот эта цифра, цифра возврата 105 рублей, скидка, доставка и того. Итого с меня взяли 1212 рублей. Но дело в том, что вот эту цифру мы никак не увидим, верхнюю, сумма без скидки. Сумма скидки мы не увидим, возврат мы не увидим. Вот эти цифры, они меня смутили, потому что математика, она никак не получалась у меня. И вот мы смотрим, да, вот эти все мои заказы. Вот мы смотрим, красная цена, видите, да? То есть это уже берется, цифра, она идет со скидкой. Мандарин изменился вес. 74 рубля, это уже идет по факту. То есть там, где у меня чуть-чуть больше веса было, вот мне фактическую сумму дали, да? И там, где вот красные цифры, это со скидкой идут. Черные цифры без скидки идут. В итоге мы получаем цифру 1113 рублей 0,5 копеек. Если посчитать, приплюсовать вот это все. Туда мы добавляем 99 рублей доставкой, получается 1212 рублей. То есть сумма без скидки, возврат и скидка, вот это нам считать не нужно. По крайней мере, если сумма без скидки, отнять оттуда скидку, ну, в общем, добавить доставку, в общем, в итоге тогда все срастется. Вот этот возврат, где написано 105 рублей, он вообще нигде не фигурирует. Так и что же в итоге получается? В итоге получается, что там, где написано возврат, там ничего не должно быть написано, так как эти деньги с меня просто не взымали. Там то, что они пишут без скидки, со скидкой. Я вижу цифры, которые же со скидкой по факту за каждый продукт. Я их приплюсовала, добавила туда стоимость доставки и получила итоговую сумму, которую с меня и списали. То есть мне возврата делать не должны были. Или они как-то там это все сделали, но дело в том, что вот эти цифры меня смутили. И я позвонила на горячую линию изначально, и мне должны были сразу сказать, что с вас эти деньги не удерживали. Вот и все. Возврата не ждите. То есть с вас не снимали эти деньги. Вот, получается, некомпетентные операторы сидят. А они меня посылают куда-то там в банк за выпиской. Высылают мне детализацию какую-то, зашифрованную, непонятную. В общем, черте что. В общем, девочки, чтобы вы не попали в такой вот просак, я вам это все подробно объяснила. Не ждите никакой возврат, потому что его просто не сзымают с вас эти деньги. А чтобы проверить, я же вам говорю, приплюсуйте сразу все вот эти продукты, которые уже итоговая сумма на каждом пункте стоит. Добавьте доставку, и вы получите эти деньги, которые списываются с вас в банк. Я знаю, мне кто-то в комментариях писал, что вот за один возврат вернули, за другой не вернули возврат. Кто-то пишет, вот я теперь уже сомневаюсь делать доставку или не делать. Я не сомневаюсь, девочки, доставку я еще буду заказывать с пятерочки, тогда, когда мне это нужно, когда необходимо. Но, по крайней мере, вот сейчас уже я выяснила, прояснила этот вопрос для себя и для вас. Куда деваются деньги возврата? Вы поняли, никуда они не деваются, потому что с вас их просто не берут. Если это не так, напишите мне в комментариях. Ну, попробуйте сами, у кого вот какие-то сомнения на этот счет есть, попробуйте сами посчитать. Там есть пункт «Мои заказы» и какая дата заказа у вас. Все подробности вы открываете и смотрите, вы можете увидеть, посчитать любой из ваших заказов. Все, эту тему закрыли, возвращаться к ней я не буду, если только не будет в этом необходимости. А сейчас, девочки, давайте будем варить в супчик, мой любимый супчик, солянку. Сначала я подготовлю мясные продукты. Нам понадобится говядина 300 грамм, это я уже отмерила. Охотские колбаски 130 грамм. И окорочок варенокопченый, только уже очищенный от кожи и костей 200 грамм. Сейчас я все это почищу, отмерю и приступим тогда к овощам. Итак, девочки, я взяла один окорочок, полностью удалила кожу и косточки и целый окорочок как раз вытянула на 200 грамм. 130 грамм колбаски, но одна колбаска это 50 грамм. В общем, у меня здесь 150 грамм колбаски, но я уже обрезать не буду, пусть остается. Дальше 100 грамм томатной пасты нужно, 100 грамм рассола, 130 грамм соленых огурчиков, картошка 400 грамм, но это вот такие вот, можно сказать, средние картофелины, 4-5 штук. Вот у меня получилось одна маленькая, 4-1 маленькая. 100 грамм морковки, 70 грамм, у меня получилось 80 грамм луковицы, средние, ну вот в ладошке видите, да. Если у кого-то нет весов, просто визуально можете на глаз, в общем, это сделать, я поэтому подробно все рассказываю. 40 грамм нужно растительного масла, но это примерно 4 столовые ложки. Вот, ну и теперь я все эти продукты порежу средней соломкой одинаково, можно кубичками небольшими, и потом будем все это собирать. Ну, первое, с чего я хочу начать, это я хочу нарезать морковку и лук. Так, я так думаю, что я нарежу это все такими кубиками тонкими, потому что, ну, мне вот, например, как-то так все это видится. То есть, примерно вот так вот я нарежу, сейчас покажу. А вы режьте, как вам удобно. В общем, таким вот образом, оно как бы и соломка, но она кубиками, вот мне так хотелось бы это видеть. Ну, в принципе, я думаю, так особо значения не имеет. Режьте, как вам нравится. Главное, чтобы все это было порезано одинаково, пропорционально. Лук примерно тоже вот такими кусочками будет. Примерно вот такие кусочки будет лук. Колбацки, когда свежие, с них кожура снимается легко. Ну, если сниматься будет плохо, можно, в принципе, ее и оставить. Вот она варится, и все. Ну, вот я стараюсь ее снять. Все, колбаски я очистила легко, прекрасно все очистилось. В общем, я режу вдоль один раз, и еще один раз, вот так. И все. А потом уже вот такими вот кусочками нарезаю все. Тоже как кубички получаются. Колбаски я нарезала. Ну, и в том же духе, в общем, надо нарезать нам вот эту еще курочку. Ну, курочка, в общем, произвольно так режется, лишь бы примерно кубички были. В общем, копчености можно будет закинуть нам все вместе. Сейчас я уже включу мультиварку. Я буду готовить в мультиварке, потому что мне удобнее в мультиварке. Ну, это блюдо также можно приготовить и на плите. Также взять сковородочку, обжарить все это слегка. А потом уже все это собирать. В мультиварке, во-первых, готовится оно под закрытой крышкой, и там режим суп включается. Но уже готовится все, не надо заглядывать, поэтому удобнее. Мультиварка, мультикухня не имеет значения. Там нужен режим жарка и режим варка. Все. Ничего лишнего. Никаких сложностей нет. Самое трудоемкое, это вот это все нужно почистить и порезать. Но это все довольно быстро делается. Все. Все. Корочку я нарезала и осталось порезать огурчики. Огурчики тоже примерно так порежем. Я включила мультиварку, режим жарка. Пока у меня прогревается там чаша, Туда я уже высыпала лук и морковь. И сейчас мы туда отправим вот эти копчености и огурчик. Добавлю масло. Ну, 40 грамм я на глаз добавляю примерно 4 столовые ложки. Даже если будет 5, ничего страшного. Мясо и картошку я буду резать в последнюю очередь, потому что, ну, по рецепту обжаривать их не нужно. Мясо почему-то говядину обжаривать не нужно. Поэтому я ее порежу меленько, чтобы она сварилась по-быстрому. Так, у меня уже начинает греться сковорода, я слышу. Я думаю, что, наверное, лук с морковкой где-то минуточку обжарю. А потом уже вот это все, что у меня на доске, сейчас закину. Так, лук, морковь и масло помешаем, размешаем. Чуть-чуть еще поджарится минуточку и закинем все стороной. Я думаю, уже можно закинуть. Девочки, теперь мы добавим сюда томатовую пасту. Еще раз все перемешаем. Обжариваем это 15 минут. 15 минут уже прошло почти. Я выливаю туда рассол, чтобы оно не подгорало у меня. Закипятила полтора литра воды. Уже подготовила. Сейчас быстренько нарежу мясо и картошку. Нужно помешивать периодически, чтобы не подгоралась открытая крышка, если на эти варки делаете. Ну все, мясо я нарезала. Девочки, вообще в рецепте написано филейное говядину, филе брать. Но так как я не взяла филе, взяла мякоть, так как она в два раза дешевле стоит, чем филе. В общем, приходится вот эти вот прожилочки пообрезать все, если там попадаются. Ну и так, миленькими кусочками я нарезала говядину. Так, все, отправляю сюда говядину. Отправляю сюда картошку. И заливаю полтора литра воды. Воду заливаю с чайника горячую, чтобы она уже быстрее закипала. Уже отмерила полтора литра. Хорошенечко все это перемешаем и закроем крышку. Солите, все остальное там я буду солить уже попозже. Ну и в конце зелень тоже закину. Специи какие там вы любите. Но я буду закидывать соль со специями. Все. Ну что, давайте, девочки, посмотрим, что у меня там. Прошло 30 минут. Все кипит прекрасно. Я решила сейчас закинуть лавровый листик. Посолить. Вкусная соль у меня со специями и зеленью. И поперчить букет перцев. Это все можно было сделать и в начале, но я решила, что в начале этого делать не буду. Пусть поварится без соли немножечко. Все потихонечку варится. И за 5 минут до окончания я закину туда зелень. И все. Так, девочки мои, до конца варки осталось 10 минут. Я решила забросить зелень, потому что у меня укроп сушеный, а петрушка у меня свежая. Ну, а сушеной зелени нужно чуть-чуть побольше времени, чтобы приготовиться. Поэтому ничего страшного. За 10 минут до конца я вот это вот закидываю. И все. Потом у меня, когда выключится супчик, я ему дам еще чуть-чуть настояться и будем пробовать. Пахнет очень вкусно. Девочки, пока у меня варится суп, я решила выглянуть в окно. А у нас там все тает. Плюс 5 градусов. Ну, вот я вижу дон. Там даже дон замерзший, но посередине есть колея. В общем, короче говоря, горизонт виден. Хоть и пасмурно, но погодка классная, классная вообще. Ну, вот и все, девочки. Супчик готов. В тарелочку можно добавить кусочек лимона, сметанку, если кто-то любит оливки. Я оливки не люблю, поэтому я их не добавляю. Ну, пора попробовать уже. Ну, вот и все. Наконец-то дождались мы приготовления нашего супчика. Я попробовала кусочек говядины, потому что у меня просто было сомнение, приготовилась она или нет. Ну, если вы мелко порезали, если там сухожили нету, то за час говядина варится нормально, она становится мягкая, вполне съедобная. В общем, суп очень вкусный. Мне уже не терпится его поесть, но он еще горячий. Я подожду, пока он остынет, и тогда его поем. Показывать вам я не буду, как я его ем. Можете не сомневаться, суп очень вкусный. Я его готовлю уже не впервые, поэтому могу посоветовать, порекомендовать. Кажется, немножко трудоемким, но он того стоит. Ну, вот и все, девочки мои хорошие. На этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok